Привет друзья! Рождение детей – Божье благословение. А когда семья надеется на это всем сердцем, вознаграждение может быть во много раз больше. Семья Бобби и Кенни Макууи из города Карлайл в штате Айова со дня свадьбы очень хотели иметь детей. Проблема была в здоровье жены, поэтому их первая дочь родилась далеко не сразу. Счастливые родители назвали её Майкайла. Когда она немного подросла, пара задумалась о других детях. Специалисты посоветовали супруге специальный препарат, который помогает женщине забеременеть. Лечение увенчалось успехом, но когда они пришли к врачу на сканирование, его ответ совершенно потряс их воображение. Он сказал, что у супруги семиплодная беременность. Врачи предлагали родителям сделать селективную редукцию. Оставить наиболее жизнеспособные эмбрионы, а остальные убрать. Макууи не смогли сделать столь страшный выбор. Нашлись люди, осуждающие их за такое количество детей, но они были непреклонны в своём решении. В конце концов, Макууи стали первой в мире парой, у которых за раз родилось семь детей, все из которых выжили. Тогда люди помогали им, посылая бесплатные подгузники, еду, услуги няни на первый год и даже машину, где бы они в дальнейшем могли поместиться все. Окончательно поверг их в шок новый дом площадью более 460 квадратных метров от компании Кларк Компани. Дети родились 19 ноября 1997 года. На 9 недель раньше срока с помощью кесарево сечения. За 6 минут всё закончилось. Это были четыре мальчика и три девочки. Выжили все, хотя у Лексии и Натали первоначально были проблемы с пищеварением. Больше трёх месяцев они лежали в больнице. Журналисты пытались встретиться с семьёй в самое разное время. Поначалу дом даже приходилось охранять полицией, чтобы пару, у которой так множество забот, не беспокоили. Позднее о них писал журнал Time. Рассказывали многие информационные агентства и телевизионные каналы. Устав от шумихи, родители решили, что будут появляться на публике только в день рождения детей. Нужно было прекращать шоу и заниматься воспитанием. Каждый день они проделывали огромную работу по стирке, приготовлению пищи и смене подгузников на семерых детей. Конечно, помогали волонтёры. Но основная нагрузка ложилась на родителей и сестру Бобби. Сложно было и прокормить столько детей. За счёт оптовых покупок удавалось экономить в месяц до 300 долларов. Также они начали выращивать и есть собственные овощи. Как хорошие родители, они водили детей к врачу на плановые обследования. Каждый день рождения детей родители благодарили Бога за их здоровье и радовались, что оставили всех детей. До пяти лет им помогала с огромным количеством детской одежды компания Картерс. На всю жизнь запомнится звонок президента США Билла Клинтона. Он пожелал им удачи и пообещал Бобби работу, управляющего любой крупной корпорацией в стране, как только её дети пойдут в школу. Навещал их и губернатор штата. Невзирая на то, что дети родились в один день, по характеру они были разными. Кенни-младший был самым озорным, Джоэл – спокойным и задумчивым. Натали со стремлением к идеалу, Брэндон любил общаться и увлекался спортом, Алексис оставалась милой и проницательной, Келси любила спорт и моду, Натан решительного характера. Со всем семейством они набрались смелости и выезжали даже в Диснейленд, в Орландо. В 2001 году их даже пригласил на встречу президент Джордж Буш-младший. Многие телесети предлагали сделать из воспитания детей телешоу, но родители категорически отказались. Им хотелось воспитать нормальных детей. Также к такому решению супругов Макоуи подтолкнула трагическая судьба пятерняшек Дион, чью жизнь испортила излишнее внимание СМИ. Поэтому родители свели контакты со СМИ к минимуму, и дети спокойно росли. На улицах их не узнавали и не доставали излишним вниманием. У Алексис и Натана ДЦП, но они вместе со всеми детьми закончили школу. Юноша научился ходить. Девушка передвигается с ходунками, но остаётся оптимисткой. С 16 лет отец сказал детям, что деньги не растут на деревьях. С этого времени они знали, что на свои личные желания должны зарабатывать сами. В мае 2016 года дети окончили среднюю школу. Для родителей это было невероятно. Вся жизнь до этого пронеслась перед ними как один миг. Хотя дети родились в один день и воспитывались в одной семье, судьба у них через 20 лет после рождения сложилась разная. Кенни-младший и старший из детей при рождении весил 1474 грамма. Сейчас учится в колледже Де Мойн на строительном факультете. Самостоятельный человек и душа компании. Он не грустит по поводу того, что ему пришлось уехать из семейного гнезда. «Думаю, что для всех нас будет хорошо начать свой собственный путь», – признался он журналист. Алексис, старшая из девочек в семеряшках. Вес при рождении 1219 грамм. Учится в том же колледже, что и старший брат, но по специализации педагога дошкольного воспитания. Кэлси, младшая из семеряшек. Во время учёбы в школе она пела в девичьем хоре, а после её окончания решила поступить в университет Ганнибал Лагранж, который предложил гранты на обучение детям ещё при их рождении. Она планирует связать свою жизнь с музыкой и стать певицей. Натали – средняя сестра. Вес при рождении – 977 грамм. При выходе из школы вошла в 15% лучших выпускников. Учится также в университете Ганнибал Лагранж. Получает специальность учителя младших классов. Натан – пятый появившийся ребёнок. Вес – 1145 грамм. Учится в одном университете с Натали и Кэлси на факультете компьютерных наук. Брэндон – шестой ребёнок. Вес при рождении – 970 грамм. Обучение продолжать не захотел. Сразу записался в армию, служит в пехоте. Сейчас находится за границами страны. Джоэл – самый крайний из детей. Родился с весом 975 грамм. Студент университета Ганнибал Лагранж. Специальность выбрал одну с Натаном и решил связать свою жизнь с компьютерными науками. И, конечно, нельзя забыть старшую сестру этой великолепной семёрки. Она вышла замуж, живёт в Канзас-Сити. И теперь Бобби и Кэнни-старшие уже стали бабушкой и дедушкой замечательного мальчишки. Нашла своё семейное счастье и Натали. Брэндона ждёт невеста, с которой они обручились. Общую мысль явно высказала Натали. «Мы не просто братья и сёстры, но лучшие друзья. Мы счастливы, что у нас есть такая семья». Макоуи сохранили жизнь всем детям и сумели воспитать из них достойных людей. Пример их терпения и безграничной любви к детям – образец для всех родителей мира. На этом всё друзья. Делитесь этой удивительной историей с друзьями и близкими. До новых видео. Пока!